гипотез объясняют значимость наших статистических оценок и вообще большинство статистических текстов тестов можно объяснить языком этих самых статистических гипотез и потом мы через ниже кстати вернемся к вот этим проверкам проверкам значимости наших тестов с которых мы сейчас начнем вот ну потому что иначе никак если сразу же принципе можно было бы начать и со статистических гипотез но с другой стороны когда мы просто говорим о базовой статистике вот мы говорили о среднем там нормальном распределении теперь логично поговорить о уровнях достоверности уровнях значимости то есть когда у нас на графике где-нибудь есть только среднее значение то есть там только столбик например на гистограмме и без скобок всех вот этих доверительных открывал интервалов границах которых скорее всего с определенной вероятностью и лежит это наше среднее значение то это вообще не статистика ну то есть это любой человек который построит это можно выбрасывать это это не значимые и недостоверные данные потому что если мы будем например просто подбрасывать орел орешку монетку и две монетки ну по отдельности считать их и там в одной будет 100 подбрасываний и там конечно не будет там ровно 50 на 50 там будет там например там 95 орлов там 98 ой там сколько 55 орлов и 100 и там 45 там орешков а у другой монетки там будет там 47 там орлов там и несколько 53 орешки вот и если мы просто поставим столбики с достаточным увеличением они все равно будут разные как всегда даже в хаотическом наборе вариантов у нас будут различия но это ни о чем не говорит это совершенно случайное различие они всегда есть во всех естественных данных и поэтому нам нужно определить насколько действительно значимы эти различия вот и поэтому всякая оценка статистическая состоит из двух элементов это само значение и значимость этого значения или его достоверность и его значимость или достоверность значение определяется разными показателями которые в общем взаимосвязаны между собой и все вычисляются из того же самого нормального распределения из той же самой кривой нормального распределения из которой вычисляется и средняя и дисперсия и с помощью нижней вычисляется значит что они себя представляют эти оценки значимости наших статистических значений наших данных это может быть доверительный интервал один из самых распространенных это интервал если это какое-нибудь среднее значение тогда на самом деле эти показатели достоверности они могут быть вычислены абсолютно для любых статистически рассчитанных значений не только для среднего просто вот мы провели какой-нибудь статистический текст из тех которым мы потом на будущих лекциях развернем разберем там получили какие-то значения и для каждой из них может быть вычислена вот это вот значимость или достоверность потому что она может быть достоверная может быть не достоверно но самое простое например вы мы просто средний вычисляем какой-нибудь там параметр какого-нибудь нашей выборки и вот доверительный интервал для среднего это интервал значений вокруг оценки где как мы полагаем с данным уровнем доверия которые мы выбрали находится истинная или неизвестное среднее нашей совокупности вот еще один здесь нюанс заключается в том что что она может почему это еще важно она может быть незначимым или недостоверным не только потому что это наша ошибка а потому что как бы хорошо мы не проводили наши статистические исследования мы определение среднего например мы берем какую-то ограниченную выборку из нашей генеральной совокупности и в любом случае наша выборка хоть чуть-чуть будет отличаться вот статистические значения этой самой генеральной совокупности ну если только мы не исчерпаем вообще все объекты которые исследуем до одного и не измерим и поэтому вот эти статистические процедуры они еще призваны показать не только нашу как бы ошибку которая может появиться из неправильно сделанных измерений или еще каких-то наших ошибок как бы из-за фундаментального различия того что наша выборка это не есть генеральная совокупность и эти формулы они как бы пытаются предположить на основе нашей выборки какая же действительно в природе является эта генеральная совокупность что она из себя представляет вот ну опять же из того же нормального распределения аппроксимировать и и и можно построить эти доверительные интервалы с разным уровнем значимости или статистической достоверности эти два понятия они почти взаимозаменяемые сейчас статистической достоверности статистической значимости один описывается буквой альфа греческой другой п и вот практически в численных значениях это численные значения совпадающие или там одинакового как бы ранга и в практических программах статистики когда мы сейчас пользуемся мы имеем только по значению мы не периодом альфа значения и люди перестали понимать различия между ними потому что она как бы в основном так вот теоретическое осталось в основу все пользуются для всех случаев по значениям п вали уровень значимости или по критерий вот и мне пришлось порыться вообще чтобы найти различия между ними потом мы этого коснемся вот но пока можно сосредоточиться на том что это п значение или п уровень значимости он тоже может вычисляться по-разному теоретически на практике то во всех программах теперь вычисляется одинаково но теоретически что он из себя представляет этот уровень значимости если средние наши выборки например равно 23 а нижние и верхние границы нашего доверительного интервала с установленным нашим уровнем п который мы сами устанавливаем например мы хотим установить такие границы нашего нашего доверительного интервала чтобы с 95 процентной вероятности истинная средняя генеральной совокупности входила в эти наши установленные границы вокруг среднего нашей выборки то есть у нас есть там значение мы полученные нами среднего нашей выборки 23 и мы устанавливаем границы такие что с 95 процентной вероятностью реальная средняя совокупности входила в эти границы то что ну явно но не 20 это 23 целых 1 100 или тому подобное если у нас очень хорошо сделано выборка очень репрезентативно и очень хорошо представляет там средние генеральной совокупности или одна тысячная для 1 миллионная а может быть и 24 если у нас не очень хорошая выборка или 25 например вот и мы создаем вот эти вот границы внутри которых с 95 процентной вероятностью наше среднее определено верно и тогда мы пишем что ты равно 0,95 и рассчитываем что внутри этих границ вот это вот нижняя и верхняя границы доверительного интервала равны ну программу нас рассчитывает равны хотя это легко и самим рассчитать равны там 19 и 27 соответственно ну то есть одна ниже 23 лишь другая выше 23 и это значит что можно с вероятности 95 процентов заключить что интервал с границами и от 19 до 27 накрывает наши средние реальной популяции из которой мы сделали выборку с учетом и наших ошибок и с учетом различия наши выборки и генеральной совокупности с учетом всего вот если мы установим больший уровень доверия то есть расширим эти скобки то интервал станет как бы шире и возрастет вероятность которого накрывает неизвестные средние наши популяции которая теории очень навсегда останется неизвестным это всегда у нас будет только приближение ну что всю популяцию мы не вычерпаем и не не измерим вот то есть чем не определенный прогноз погоды чем шире доверительный интервал тем скорее всего он будет верно но это если мы интерпретируем п как интервал которым наше значение верным а если мы будем интерпретировать п как наоборот вероятность нашей ошибки то есть то вероятность ту вероятность которой этот интервал не покрывает наши значение то есть вероятность наши ошибки что мы для этого сделаем ну мы посчитаем как бы обратное значение единицу минус вот это вот 095 и получается если у нас с вероятностью 95 процентов или вот 095 наше измерение среднего верно это значит с вероятностью 0,05 она не верну ну вот статистика обычно и все программы вот этот уровень рассчитывают как вероятность неправильного значения то есть 95 процента вероятности включения не 095 рассчитывают как вероятность ошибки именно поэтому мы целых пятьсот в таком случае здесь получится вот например мы подбрасываем какую-нибудь монетку опять же и у нас ну к идеальную монетку и выпадание орла и орешки у нас равновероятность при каждом броске и в таком случае вот это вот п будет причем не включительно исключительно будет 05 вот может 50 на 50 как она выпадет орлом или орешкой и мы можем посчитать вероятности разных комбинаций выпадания этих орлов орешков например мы же знаем что реальности при каждом там наборе наших подбрасываний при 10 подбрасываний может выбрать выпасть каждый раз реально разное число орлов разное число орешков и например мы подбросили монетку 10 раз и 8 раз выпал орел и мы хотим вычислить значение п для этого результата то есть насколько ожидаемо то что с вероятностью выпадания орла ты каждом отдельном испытании 50 до 50 0 5 8 раз выпадет орлом вверх из десяти это делается с помощью раньше делалось с помощью бенома ньютона помощью таблиц беноминального распределения когда еще не было программ но сейчас программа это все делает мгновенно автоматически вот и мы вычисляем что 8 орлов при 10 подбрасываниях у нас выпадает с вероятностью 0,0439 десяти тысячных то есть ну примерно 0,04 то есть это значит что менее чем 5 процентов случаях то есть меньше это 0,05 при 10 подбрасывания правильные монеты точно выпадут 8 орлов то есть если мы установим этот пятипроцентную границу 0,05 то это у нас будет недостоверный результат вот на вероятность выпадания 9 орлов при десяти испытаниях будет равна вообще 0,00 98 0,98 а выпадание всех десяти терлов 0,001 то есть чем сильнее результат отличается от ожидаемого 5 орлов на 10 испытаниях тем он получается менее вероятен и статистически это будет как бы уже недостоверный результат даже если это действительно так произошло вот вот и это как бы у нас будет вот как это вычисляется например у вот этой вот таблицы беноминального распределения но это очень просто когда еще люди вычисляли по этим таблицам например здесь есть три этих самых переменных которые по которым вычисляется в таблице беноминальных распределений это вероятность это количество наших подбрасываний или наших объектов вот и это процент вероятности установленный нами процент вероятности что как бы наша статистическая теория гипотеза которым еще вернемся верна ну например случай орлов и орешков это у нас было что вероятность выпадания орла и орешки это 50 на 50 или например мы знаем что спортсмена обычно попадают в 60 попадает там кольцо например 60 процентов бросков вот и это второй вариант и третий это сколько раз он действительно попал или сколько раз действительно монетка выпало нашим данным и благодаря вот этим вот трем значением мы можем вычислить достоверность этого нашего результата например спортсмен попадают 60 процентов своих бросков если он выполнит 6 бросков какая вероятность того что он попадет ровно четыре раза и для того чтобы найти эту вероятность и для того чтобы найти эту вероятность мы можем найти значение в таблице этого биноминального распределения которое соответствует n количество наших объектов или действий бросков например это объем выборки р когда он попал ровно четыре раза и п 0,6 потому что мы знаем ну как бы принимаем за теорию что 60 процентов случаев он попадает и вот мы в этой таблице находим графу с объемом нашей выборки шестью бросками находим процент установленной нами ранее теоретически вероятности с которой он обычно попадает и 4 сколько раз он действительно попал и получаем процент ой и получаем значение п 0,3 вероятность которой он действительно может попасть четыре раза из шести если у него обычно 60 процентов попаданий ну внутри это обычно берется п по умолчанию сейчас во всех программах берется 0,05 так что на целых три десятых этот далеко вот принимаемый обычно допускаемой достоверность то есть этот результат будет недостоверен скорее всего будет наверное промахиваться гораздо чаще чем четырех раз из шести ну и на это п на нее влияют в реальности обычно объем выборки и дисперсия опять же поэтому при таких вот маленьких выборка где фигурирует цифры там 64 ну там конечно ничего не будет обычно достоверно никогда вот то либо дисперсия должна быть прям очень-очень маленькой ну а в этом случае это вот этот процент штрафных божесков должен быть очень высоким тогда это как бы будет сильно силами вам того что дисперсия очень маленькая если это будет там 96 процентов то может быть это кажется в рамках достоверности в рамках 0,05 и это же п значение его в общем можно отразить и на кривой нормального распределения если мы например берем у нас есть какая-то выборка и какое-то отдельно взятое значение и мы хотим узнать с какой достоверностью это значение этот объект относится к этой нашей выборке ну например при классификации объектов когда мы разные объекты должны относить к разным выборкам и здесь вот это значение она просто может определяться объемом площадью которая остается справа или слева зависимость того как мы это опять же интерпретируем слева или справа относительно вот положение нашего взятого нами объекта то есть если мы оцениваем п как вероятность ошибки и как вероятность того что этот объект не входит в какую-то выборку нашу то мы оцениваем площадь вот там меньшую площадь которая с краев нашей выборки например вот слева и 0 равную 0,05 то есть 5 процентов вероятности что этот объект не входит в эту нашу выборку это объект который находится относительно 하나 наиболее многочисленного среднего значение этой выборки находится вот настолько близко к хвосту этого нормального распределение что вот он за ним остается только пять процентов наши выборки только пять процентов прошу нормальное школе если мы возьмем равное 0,01, то он будет находиться где-то еще дальше к хвосту, там, где он будет захватывать только 1% площадь этого нормального распределения, покрывающего всю нашу выборку. То есть целиком 100% нормального распределения покрывает весь объем нашей выборки. Его можно визуализировать языком нормального распределения. Это наше значение тоже. В некоторых случаях. Кроме доверительных интервалов, бывает еще из способов вычисления достоверности или значимости нашей выборки. Скорее лучше говорить значимости всегда, а не достоверности. Я потом скажу почему. Потому что достоверность, она все-таки исторически относится к этому альфа-значению, которое практически в программах сейчас не оперирует. А P это значимости. Это он соответствует значимости. Поэтому лучше говорить критерии значимости нашей выборки. Другой критерий такой значимости у нас дисперсия или вариация сама по себе. Ну то есть как бы по факту дисперсия это разброс наших значений или вариация. Чем эта наша вариация шире, тем шире границы нормального распределения. Тем оно более плоское, тем более длиннее хвосты нашего нормального распределения. Но можно его, этот параметр выразить и в численной форме. А, ну рассеяние это еще по-русски, да, называется. Для того, чтобы его вычислить, мы определяем степень отклонения каждого наблюдения от средней арифметической. Ну, что тоже понятно. Чем выше степень отклонения от среднего значения, тем разброс больше. Вот, большая вариабельность наблюдений. Получается, среднее всех наших наблюдений это интегральная сумма всех наших значений, деленная на количество наших значений, то есть на объем выборки. И дисперсию определяет в таком случае в виде сигма в квадрате или большой D. И дисперсия здесь будет равна интегральная сумма наших значений, умноженная на разницу для каждого значения. Разница между этим значением и средним в квадрате и деленная на объем выборки. В квадрате оно обычно возводится, потому что мы не можем использовать среднее значение самих отклонений, как меру рассеяния без квадрата, потому что у нас в этом нормальном распределении как бы нулевое значение это среднее значение. Все, что идут влево, они минусовые обычно. А все, что идут вправо, это как бы отклонения плюсовые получается. И когда мы так будем вычислять, у нас минусовые и плюсовые будут аннигилировать друг друга. Вот они будут как бы это самое, исключать друг друга, потому что их сумма должна быть в идеальном нормальном распределении, их сумма в симметричном, их сумма должна быть равна нулю. Все плюсы и все минусы, они просто сложатся и будут равны ноль. А когда мы возводим квадрат, то минусы здесь исчезают. Вот. И поэтому их возводят в квадрат. И вот эта сумма получается квадратов отклонений, всех наших значений от среднего, деленная на объем нашей выборки. И численно получается то, что называется дисперсия или сигнал в квадрате. И вот, например, если за какими-нибудь астрономическими или квантовой физикой данными следите, там где бозоны Хиггса открывают все эти теории на синкрофазотронах, эти физики десятилетия собирают материал по крупицам, для того, чтобы проверить эту гипотезу с должным уровнем достоверности. И они говорят, что она должна лежать в районе двух сигм или в районе одной сигмы. И те, которые лежат в районе двух сигм или одной сигмы, они в таком случае признаются достоверными. И это имеется в виду, насколько они отклоняются от среднего, насколько достоверности этих данных достаточно для их исследований. А бывает еще дисперсия в выборке. Вот так вот на самом деле просто дисперсия или вариация, это как бы обобщенный вариант или дисперсия или вариация, которая подойдет и для генеральной совокупности. А дисперсия выборки это почти то же самое выборочная дисперсия. Если сравнить эти две формулы, они отличаются только тем, что выборочная дисперсия здесь не N, это количество объем нашей выборки, количество объектов нашей выборки, а N минус единица. И таким образом мы можем вычислить выборочную дисперсию. Дисперсию именно нашей конкретной. Почему минус единица мы потом, это даже не на следующей лекции, а потом дальше еще поговорим. Это обычно там, где N минус единица, это уже не, речь идет не об объеме выборки, а о так называемом числе степеней свободы, которые очень часто рассчитываются во многих статистических тестах. А в простых статистических тестах это число степеней свободы, это равно объем выборки минус единицу. И здесь используются немножечко, могут использоваться альтернативные статистики, те, которые используют это число степеней свободы. Разница между ними только в том, насколько мы уверены, что наша выборка соответствует нашей генеральной совокупности. Если мы не очень сильно уверены, и если мы, в принципе, теоретически сами нашу выборку не принимаем за нашу генеральную совокупность, мы делаем статистику именно для выборки, где оперируем этими числами степеней свободы, которые призваны показать, насколько в случае нашей неуверенности наши расчеты будут верны. Это отдельный случай, почему n-1 здесь равно число степеней свободы. То есть это отдельный разговор. Но, в общем, кроме этого, выборочные и общие дисперсии вычисляются почти одинаково, близко друг к другу. Кроме этой дисперсии и доверительных интервалов, кстати, доверительные интервалы по-английски confidential intervals, поэтому CI оно называется, можно вычислять стандартные отклонения. Стандартное отклонение или еще его называют Sample Standard Deviation выборочное среднеквадратичное отклонение вычисляется так. У нас есть выборка x1, x2 и далее, и далее, до xn. И мы для того, чтобы ее вычислить, практически вычисляем вот эту самую нашу выборочную дисперсию, только берем ее в корни. Видите, формула та же самая, только корень квадратный. И у нас получается стандартное отклонение или Standard Deviation. Sample Standard Deviation. То есть стандартное отклонение это квадратный корень значения нашей дисперсии. Ну, чаще всего он, в общем-то, и вычисляется. И на самом деле не дисперсия даже вычисляется чаще всего этими нашими физиками какими-нибудь, а вот именно стандартное отклонение тоже вычисляется. Поэтому вот так вот это выглядит на кривой нормального распределения. Так как все нормальные распределения имеют одинаковую форму в идеале, можно сформулировать идею о том, как распределены данные при любом нормальном распределении. И эмпирически выяснено, что для любого нормального распределения около 68 процентов данных находится в интервале одно стандартное отклонение. Или, говорят, одна сигма. И там 95 процентов данных находится в интервале два стандартных отклонения, или два сигма. Соответственно, если мы хотим, чтобы наша значимость теста была P равным 0,05, то есть, чтобы с 95 процентной вероятностью наши статистические расчеты были верны, это значит, что мы берем как бы границы, равные двум стандартным отклонениям. Или границы, равные двум сигмам на нормальном распределении. А 99 процентов данных находятся в интервалах три стандартных отклонения. И поэтому, если там вот эти физики говорят, что они получили данные эксперимента, подтверждающие теорию с достоверностью двух сигм, то это значит 0,05. Значит, с вероятностью 95 процентов их данные подтверждают теорию. Ну, а если им нужно 3 сигма, то это значит с вероятностью 99 процентов. Или с значением P значимости равным 0,01. Вот. Их значение подтверждает теорию. То есть, вот таким образом можно сюда нормальное распределение поделить на стандартное отклонение. Ну, то есть, как бы в идеале какая-нибудь идеальная математическая выборка, у нее хвосты могут вообще никогда не заканчиваться. Они могут просто уходить в бесконечные малые значения в ту и другую сторону. Поэтому теоретически любой объект с любым значением он как бы может входить в эту нашу выборку с ее нормальным распределением только с вероятностью какие-то астрономические бесконечно малые. Поэтому в любом случае нам придется как бы где-то это дело обрезать. И точно так же, когда мы ставим скобки в нашем графике это все равно скобки с какой-то вероятностью. Мы берем вероятность 95% что мы будем правы. Но с какой бы вероятностью мы ни взяли все равно есть пусть и какая-то бесконечная маловероятность ошибки. Бесконечная маловероятность что мы будем неправы. Поэтому здесь все равно речь всегда идет только о вероятностях. А с какой вероятностью мы берем это уже от нас зависит как это следователи. Но по умолчанию на всех программах стоит P равное 0,05. То есть стоит по умолчанию как бы 5% вероятности ошибки. Мы как бы принимаем что у нас остается 5% вероятность ошибки в наших данных. И с этой вероятностью наше статистическое значение значимо. Так вот оно обычно делается по умолчанию. Кроме стандартного отклонения ну вот два самых этих самых кроме confidential intervals два самых распространенных типа этих доверительных интервалов ну как бы теста значимости измерения значимости это стандартное отклонение и стандартная ошибка среднего. Стандартная ошибка среднего standard error of means или ее просто называют стандартной ошибкой. Если говорить стандартной ошибкой это имеет стандартную ошибку среднего. Вот или standard error ну статистики S E это теоретическое стандартное отклонение всех средних выборки какого-то определенного размера извлекаемой совокупности. Это когда мы например теоретически извлекаем из нашей совокупности не одну нашу выборку один раз а несколько или множество выборок такого же размера каждый раз считаем для нее среднее. Ну то есть программа у нас посчитает все это из одной выборки но теоретически вот мы посчитали взяли 100 экземпляров с нашей генеральной совокупности посчитали среднее потом взяли еще 100 экземпляров посчитали среднее они чуть-чуть будут флуктуировать каждый раз в результате у нас образуется тоже граница вот этого именно нашего среднего вот но рассчитывается оно все проще это стандартная ошибка среднего это стандартное отклонение деленное на корень числа наблюдения выборки и теперь мы можем сообразить что если стандартная ошибка среднего это стандартное отклонение поделенное на что-то там ну понятно что стандартная ошибка среднего всегда будет меньше стандартного отклонения вот так вот оно и получается что скобки стандартного отклонения там бывает вообще забор стандартная ошибка среднего бывает маленькая в моем случае в этих данных на которых мы будем работать они просто ну просто небо и земля просто в случае стандартного отклонения это реально просто сплошные заборы одинакового размера а стандартное отклонение они просто там их почти не видно этих скобочек сверх миниатюр почему потому что выборка у меня большая там 400-600 экземпляров поэтому и стандартная ошибка среднего получается маленькая ну и для обычных целей наверное стандартная ошибка среднего если мы показываем на графике среднее мы же должны показать ошибку среднего это логичнее всего ну то есть мы показываем как бы уровень доверия тех значений о которых рассуждаем если у нас на графике среднее значение значит мы должны показывать в каких границах именно эти средние значения лежат и соответственно логично использовать именно стандартную ошибку среднюю но там как и помните в статистике это одно переключение кнопки и стандартного ошибки среднего вы делаете вы делаете и стандартное отклонение или делаете конфиденциал интервал они все взаимовычисляемы по этим формулам и все показывать не нужно потому что не обязательно потому что это будет избыточная информация вот но так можете сами решать показывать стандартное отклонение если нужно как-то чтобы эти значения были связаны с дисперсией общей и эти конечно то нужно стандартное отклонение у меня они получаются большие и дисперсия мне не нужна потому что вот эти формы клеток которые визуалит которые это самое описывают эти параметры они от природы очень вариативны стандартное отклонение огромное ничем не говорить вопрос исследования в том чтобы например сравнить две группы клеток как бы вариативно они не были найти различие именно средних значений и поэтому здесь стандартная ошибка среднего больше подходит а потом другое значение которое можно использовать для описания значимости это доверительные ой это коэффициент вариации коэффициент вариации это мера относительного разброса нашей величины которая показывает какую долю среднего значения этой величины составляет ее разброс ну это даже менее понятно чем посмотреть на формулу значит коэффициент вариации равен отношению стандартного отклонения к среднему значению стандартное отклонение делим на среднее значение здесь м в этой формуле указано и умножаем на 100% получается коэффициент вариации ну он тоже просто стандартно используется большинство программ можно переключить на него иногда он не особо сильно отличается от других значений вы можете просто поиграться переключить первое второе третье в этих данных или в ваших данных статистики и посмотреть какие получаются скобки ну просто там эти самые бокс и скобки и скобки должны быть больше этого бокса и поэтому они будут иначе не будут не видны просто под этим боксом вот и поэтому там бокс это может быть это могут быть стандартно ошибка среднего потому что она всегда меньше скобки это та же стандартно ошибка среднего умноженная на 1.95 или коэффициент вариации или доверительные интервалы конфиденциал интервалы или стандартное стандартное склонение стендер девешен вот ну то есть это все можно практически посмотреть как это выглядит именно на ваших данных именно на вашей выборке вот теперь перейдем к статистическим гипотезам которые в статистике настолько же фундаментальны насколько и понятие нормального распределения наиболее частым в в статистике наиболее частыми задачами наиболее частыми как бы задачами исследования нам являются гипотезы верности или неверности каких-то наших предположений о например наличии или отсутствии взаимосвязи между какими-то параметрами гипотезы различия между двумя выборками или различия между одной и той же выборкой в норме эксперименте или различия которые происходят в какой-то нашей выборке и нашей генеральной совокупности в течение времени гипотезы вот эти вот все задачи их можно выразить в виде так называемых статистических гипотез то есть и например это анализ соответствия соответствия распределения значений какого-то признака в изучаемой группе по какому-то закону например по нормальному распределению тогда это будет гипотеза которая должна будет подтверждать или не подтверждать что у нас в нашей выборке и в нашей популяции есть в принципе нормальное распределение сравнение групп по параметрам распределения признака одной группой вторая и мы сравниваем какому-то параметру есть различия между ними или нет различия между ними по среднему значению например и для решения любой из подобных задач формируются две статистические гипотезы одна называется нулевой гипотезой записывается как H0 нулевая гипотеза и это гипотеза об отсутствии различий например между группами или либо еще она называется гипотеза об определенных значениях параметров или гипотеза о соответствии распределения нормальному закону вот H0 это значит что как бы если мы говорим о различии между двумя группами это значит что различий между группами нет нулевое это значит отсутствие различий нулевое это как бы отрицательный результат и вторая гипотеза альтернативная гипотеза так и называется альтернативная гипотеза H1 гипотеза о существовании различий между группами или гипотеза о несоответствии распределения нормальному закону то есть об отсутствии нормального распределения ну это вот классически но обычно нулевая гипотеза формулируется таким образом чтобы она была противоположена той исследовательской гипотезе которая послужила поводом для проведения исследования то есть обычно просто идея проведения исследования это найти различия например между группами и поэтому H0 нулевая гипотеза это будет гипотеза что как бы наши различия не выявлены вот или там найти различия между нормой экспериментом статистически определить влияет ли какой-то фактор на какой-нибудь параметр и H0 гипотеза она будет свидетельствовать того что не влияет свидетельствовать о том что различия между нормам или экспериментом отсутствует ну это как обычно ставится гипотеза если у нас идеей нашего эксперимента будет найти отсутствие различия то тут все будет перевернуто все будет наоборот но обычно вот нулевая гипотеза формулируется таким образом чтобы она была противоположена той гипотезе которую мы обычно хотим доказать обычно мы хотим доказать что различия есть и в результате проверки статистический гипотез возникают четыре следующей ситуации H0 гипотеза неверна и отклонена согласно статистическому критерию это истинно положительный результат то есть H0 гипотеза неверна то есть различие между нашими выборками есть и она отклонена нами согласно статистическому критерию то есть мы провели статистический анализ и правильно ее отклонили потому что различие между нашими выборками действительно есть это называется истинно положительный результат другой вариант H0 гипотеза верна но ошибочно отклонена согласно статистическому критерию это ложный положительный результат то есть H0 гипотеза верна то есть различие между нашими выборками нет вот но она нами была ошибочно отклонена то есть мы сочли что различие между выборками есть проведя наш статистический тест который дал нам неправильный результат это ложноположительный результат и еще его называют ошибка первого рода или альфа ошибка ну это самый такой как бы классический классический чаще всего встречая встречающийся ошибкам что все хотят найти различия подгоняют ее там где их действительно нет и говорят что они есть вот а их на самом деле нет воздействия какого-нибудь эффекта вот третий вариант эйдж гипотеза не верна но ошибочно не отклонена согласно статистическому критерию это ложный отрицательный результат это значит что эйдж гипотеза не верна то есть различие между нашими выборками таки есть но мы ошибочно ее не отклонили мы сочли что различия между нашими выборками нет то есть мы не нашли реально существующие различия и это ложный отрицательный результат или ошибка второго рода или еще ее называют бета ошибка ну и последний вариант эйдж теория речь гипотеза верна и не отклонена согласно статистическому критерию истина отрицательный результат то есть эйдж гипотеза верна то есть различие между нашими выборками нет ну и мы соответственно ее принимаем мы ее не отклоняем мы правильно определили что различий между выборками нет и это истинно отрицательный результат и между этими четырьмя вариантами в общем и распределяются любой итог нашего статистического исследования можно его выразить вот такой таблицы при этом здесь у вертикали как это наша гипотеза работает в реальности объективной или в генеральной совокупности в популяции вот по горизонтали как мы ее просчитали в нашем те тесте статистическом ну и получается если мы ее отклонили речную гипотезу я действительно не верно это истинно положительный результат если мы ее не отклонили она действительно верно это истинно отрицательный результат ну и две ошибки первого и второго рода если мы ее отклонили а наверно то есть мы сочли что у нас значимые различия между чем-то и чем-то они на самом деле незначимые различие на самом деле случайно их нет то это вот ошибка первого рода или альф ошибка а если наоборот мы сочли что различий нет на самом деле они есть просто мы их не выявили нашими статистическими тестами то это ошибка правого рода или бета ошибка нужно отрицательный результат и есть понятие которые опираются на эти теории понятия мощности критерия или мощности следования вот мощность исследования обычно определяется как один минус бета минус ошибка второго рода и обычно она по умолчанию берется ну то есть мы по умолчанию берем как бы значение выше которого если ошибка выше которого мы принимаем наше значение недостоверным или мы принимаем наши статистический расчет как незначимый вот случае ошибки второго рода или бета ошибки обычно значение пороговое значение ошибки берется больше чем случае ошибки первого рода и альфа ошибки она берется где-то одна десятая альфа уровень уровень порогового уровень статистической значимости это получается языком вот этих вот статистический гипотез это вероятность ошибочно отклонить нулевую гипотезу то есть это ошибка первого рода или альфа ошибка и вот она как раз берется на целых пятьсотых и ну вот во всех статистиках программах самих статистических программах это это не альфа этапы по статистических программах обычно используется по умолчанию только п ну значит его можно также интерпретировать то есть равный 0,05 это вероятность ошибочно отклонить тоже нулевую гипотезу то есть сделать ошибку первого рода сделать альфа ошибку вот а мощность исследования обычно она практически вы ее сможете встретить понятие мощности теста это почти то же самое что и консервативность теста чем более мощный тест или чем более он консервативный тем более он строгий и тем более лучше вам нужны данные для того чтобы он показал наличие каких-то различий запомните это консервативность теста определяется его строгости и разные тесты на наличие отсутствие каких-то различий они обладают разным уровнем консервативности и поэтому если у вас какие-то не очень хорошие данные вы можете взять менее консервативный тест для того чтобы найти различие в его случае материалов методов его указан пойти исследователи знаю какой уровень консервативности этого теста вот и вот из вот этих вот понятий статистический гипотез мы можем теперь немножко как бы пересмотреть вообще понятие вот этих вот значений п наших значений значимости статистической значимости на нашего теста то есть говоря языком этих статистических гипотез п это рассчитанная в ходе статистического теста вероятность ошибочного отклонения нулевой гипотезе гипотезы о отсутствии различий или п вероятность получить данные анализируемых выборок в случае справедливости нулевой гипотезы но смысле получить различие наших выборов случае справедливости нулевой гипотезы или п эта вероятность справедливости нулевой гипотезы то есть вероятность справедливости нулевой гипотезы то есть вероятность того что различие между нашими выборками отсутствует то есть но равно 0,05 это 5-процентная вероятность справедливости нулевой гипотезы или 5-процентная вероятность того что различия между нашими выборками нет в реальности ну или генеральный совоку между двумя какими-то генеральной совокупности если мы сравниваем вот и метод проверки статистические гипотез заключается в сравнении полученного п с принятым уровнем значимости вот здесь вот опять же мы еще дойдем до того чем отличается от альфа вот здесь вот 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 все вот этой вот логике здесь как будто бы понятие альфа учения существует и ну и реальных статистических программах тоже ну вот все рассчитывается вот по вот таким вот понятием как будто бы понятие альфа очень не существует то есть вот как вот здесь написано это так как она в реальности рассчитывается например программе статистика и в таких программах мы так про метод проверки статистических гипотез заключается в сравнении полученного значения с принятым уровнем значимости если рассчитаны в статистике значения п оказывается больше принятого на усмотрение исследователя то нулевую гипотезу не отклоняют там в настройках каждого теста вы просто сами прописывать этапы вот по умолчанию стоит 0 0 5 и дальше тест программа для каждого вашего теста для каждой для каждого вашего статистического расчета рассчитывает реальная п и смотрит больше ну или меньше этого заданного ну если вы не заморачиваетесь то установленного по умолчанию если заморачиваетесь то в заданного вами лично п по умолчанию если она стоит если вы не заморочились то это будет 005 всегда если п в результате будет больше 005 то это значит вероятность ошибки первого рода больше пяти процентов там например п 01 то это значит что ваше значение полученное и ваши статистические выводы незначимы вот значит они того самого значит вы не можете их рассматривать как значимые статистические показатели вот ну а если это п расчетная оказалась меньше 0,05 например по умолчанию то это значит очень хорошие высокозначимые статистические значения то есть если значение п оказывается меньше уровня значимости то нулевую гипотезу отклоняют и принимают альтернативную гипотезу h1 и различие между группами называют статистически значимыми или статьи ну да вот тут вот это возможно стандартные стандартные эти стандартные определения статистически значимые этапы меньше 0,05 статистически высокозначимые этапы меньше одной сотой ну ими можно и пользоваться хотя нужно в некоторых случаях нужно все-таки этапы будет вам задавать вручную и мы потом вернемся еще к вопросу в каких случаях в нашем случае тоже нужно будет задавать вручную обычно когда у нас очень много параметров то есть сами посудите если у нас пять процентов вероятно допуска нашей вероятности ошибки то есть это значит например каждый каждое двадцатое наше статистическое измерение наш статистический вывод может быть ошибочно а если у нас этих параметров там 40 а если у нас это коррелясь корреляционной матрицей там сотни если не тысячи этих корреляций и для каждой этапы вычисляется чтобы и уровень значимости да там ошибок уже единицы а то ведь десятки будут в таком случае мы будем принимать но в таком случае по 0 0 5 нельзя оставлять нужно сделать гораздо меньше вот чтобы на процент вероятной ошибки снизился ну снова при таких вот много параметрических выборах выборках его этот п делают ну то есть границу этого п делают ниже а программа она просто выделит красным типы которые значение которых ниже установленного нашим на нами порога в общем-то их и просматривать не нужно будет какие-то конкретные цифры те что выделены красным это значит расчетная п ниже нашего установленного порога вот и значит это результат значимый мы принимаем вот исходя из оригинальной изначальной теории статистически значимый и статистически достоверный это разные понятия как казалось хотя наверное сейчас мало кто уже об этом помнит это это раз чем же не отличается и и второе еще забавно и забавный нюанс часто статистически незначимые результаты несправедливо рассматриваются исследователями как неудачные и благодаря этому подчеркивается как бы увеличение в объеме научных данных только значимых результатов ну и это причем если этого значимого результата нет то это как бы иногда пишут как отрицательный результат или там не удалось достичь статистические значимости и в результате возникает как бы систематическая ошибка обусловленная преимуществом публикабельность публикованием положительных результатов исследований которых когда публикуются только те исследования которых результаты оказались статистическими значимыми то есть только часть от всех выполненных исследований а иногда статистически незначимые результаты это тоже не менее важные контексте научного исследования результаты потому что это есть где-то даже как появился какой-то электронный журнал когда-то помнится который принимал вот не выявлены различия статистически которые принимал отрицательные результаты исследования потому что ну то есть отрицательный результат следует не значит плохо сделали это тоже отрицательный результат который тоже результат это научный факт различия между чем-то отсутствует и иногда важный научный факт но важнее вот это не не различение терминов статистически значимый и статистически достоверны чем они на самом деле различаются вот достоверность в оригинале это тот уровень который мы принимаем для того чтобы считать что мы считаем значимым а что нет то есть вот он задается буквой альфа но во всех статистических программах теперь он задается той же самой буквой п только у нас есть как бы две п 1 п мы прописываем в настройках нашего теста перед тем как его сделать как по умолчанию как граничное значение нашел к а другое п он сам рассчитывает потом сравнивают это вот рассчитанное и наше установленное граничное установленное нами но вот тут самое которое мы сами устанавливаем это вообще должно быть не п это должно быть то то самое значение альфа которым она теперь не перед ну то есть может быть это не так может быть исходя из высокой теории он действительно станут мы устал любым п но в оригинале обычно устанавливают вот этот вот уровень альфа а потом так делали когда еще этих программ не было а потом вычисляли п и смотрели будет ли это п больше или меньше установлена в нами альфа то есть достоверность это под уровень альфа который мы принимаем для того чтобы считать что мы считаем значимым что нет то есть правильное заключение в таком случае выглядит так различия между группами были признаны значимыми на уровне достоверности 0,05 например вот этот уровень достоверности на целых пять сотых мы установили сами альфа равным 0,05 уровень доста уровень значимости которые программа рассчитала мы уже рассчитали значение п вот то есть обычно уровень достоверности фиксируется при планировании исследования вот и в разделе материалы и методы он указывается а дальше уже все обсуждается только с позиции уровня значимости то есть расчетных наших значений значимости и откуда как говорят знающие люди произошла эта ошибка здесь были перепутаны две статистические теории теории оценки значимости различий фишера и теория планирования эксперимента нейман и пирсона понятно из теории планирования экспериментов прошла альфа теория оценки значимости фишера пошла буква п вот и поэтому перед началом исследования обычно определяют уровень ошибки альфа например 0,05 дальше приступают к исследованию проверки гипотез и получая какие-то значения п то есть значение вероятности ошибочно отвергнуть нулевую гипотезу если вычисленное значение п оказывается больше альфа то нулевую гипотезу принимают то есть считают что различия между выборками нет если п оказывается меньше принятого значения альфа то принимают альтернативную гипотезу то есть и h1 и говорят что различия между выборками статистически значимы и вот эти обычно вычисляемые критерии значимости они вычисляются для статистики которая основана на хорошем нормальном распределении и это все происходит в рамках параметрической статистики если у нас нет потому что вот эти все вот это они тоже вычисляются из доверительных всех этих интервалов или доверительные интервалы вычисляются из них и если у нас нет нормального распределения программа не может как бы первую очередь с достаточной значимостью определить что нашу выборку принципе можно описать хоть каким-то нормальным распределением правильным то программа хорошая статистика тоже она выдаст при попытке рассчитать сделать какой-то статистический анализ она выдаст нам сообщение что она не находит адекватное нормальное распределение в нашей выборке и она предложит нам переключиться из параметрических методов статистических которые мы хотим использовать на не параметрические методы и каждому параметрическому методу соответствует часто какой-нибудь не параметрический метод ну причем она автоматически нас переключит от статистика и просто сделает это не параметрический метод ну и здесь нужно будет тогда материал их метод вам указывает что но они на самом деле вы можете и не переключаться вы можете сделать это она просто вам предложит вы можете отказаться вы можете любые данные программе обработать параметрические методами но эта обработка будет недостоверна и делать так неправильно ну и поэтому какой-нибудь дотошный рецензент или проверяющих он как раз может вам вас попросить прислать тест на нормальность вашего распределения чтобы понять можете ли вообще пользоваться параметрическими методами ну что если у вас нет нормального распределения то у вас даже среднюю не можете нормально вы можете нормально только медианы вы самые базовые концепции не можете вычислить нормального что среднее это понятие нормального распределения вот но во всем остальном не параметрические и параметрические методы они в общем как бы параллельно друг другу то что вы не можете выяснить параметрическим вы переключаетесь вычисляете не параметрическим вы получаете тоже какое-то значение и там тоже может быть вполне значимый там уровень достоверности все такое вы просто указываете чтобы с помощью не параметрического метода сделали ну и для разных критериев параметрических есть свои не параметрические то есть там если это у вас базовые какие-то статистики то это вычисление средних значений там отклонений вне параметрических это вычисление медиан там пропорции квак варок среднеквартирных интервалов из их параметрических это критерий студента всякие то вне параметрических это критерий мана увидит никол на город сперва это в общем вполне вполне себе тоже это не какие-то маргинальные это они тоже самых известных этих самых известных статистических критериев и тестов просто они они не базируются на на нормальном распределении поэтому они хорошо работают и с выборками которых есть нормальное распределение которых нет и поэтому их можно использовать непараметрической статистики вот там потом сравнения трёх независимых групп одному или более признаком это анализа friends вариационный анализ вот там не параметрический это вариант не параметрические варианты этого анализов вариант или критерий хик квадрате там корреляционный анализ корреляции взаимосвязи между признаками тоже если у нас параметрический метод это корреляционный анализ папир самым которым мы будем пользоваться вот они не параметрический это критерий хик хик квадрате и но еще каковы рядков вариационный анализ ну там мы потом кстати именно на корреляциях посмотрим как более подробно и более демонстративно показательно какие бывают нестандартные данные которые некорректно или невозможно вообще описывают стандартными статистическими методиками но можно описывать не параметрическими методиками но обычно это какие-нибудь нечисленные данные там и не будет порядковые данные и прочее вот ну и там одновременный многофакторный анализ из множества признаков и множество групп дискриминантный факторный кластерный анализ регрессионный анализ ну вот это все чем мы в основном будем дальше заниматься вот ну и им же соответствуют и и свои не параметрические методы логистический регрессионный анализ там анализ древо видных диаграмм этим мы никогда не будем заниматься вот это как бы специфические вариации этих всех тестов для не параметрической статистики вот этим будете заниматься только если у вас не получится нормально обрабатывать свои данные вот ну все по по этому поводу давайте теперь сделаем перерыв да и у нас еще практика есть на практике я наверное просто расскажу вам настоящая практика когда мы будем что-то делать она будет после следующей лекции по вас и она уже будет посвящена коррекционному анализу вот и сегодня я просто давайте расскажу вам вот этих параметрах которые мы будем использовать чтобы вы чтобы это был ну когда это совсем черный ящик это просто совсем совсем неинтересно что они себя эти параметры представляют расскажу ну и можно еще посмотреть в конце стандартизацию наших данных как оно происходит нормальная писательной статистики базовой статистике и на что влияет влияет ли стандартизация данных которую часто считается необходимо делать в самом начале наших ваших статистических исследований сначала вы стандартизуете ваши данные или нормализуете бывает нормализация ли стандартизация а потом уже занимаетесь всем остальным и иногда новый влияет на результаты анализов и дано не влияет но обычно считаю что что нормализовать данные нужно и можно посмотреть как это как это принципе делать и посмотреть нужно ли это вообще в некоторых случаях делает принципе или или не нужно на самом деле ну может быть это будет не не вся практика ну то есть меньше чем 1 пар вот но это на сегодня будет практика то есть вам не обязательно что-то делать будет я просто покажу ну все будем сделать делать перерыв давайте сделаем хорошо когда в 50 минут соберемся давайте подождем но подождите здесь мы Продолжение следует... 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 Продолжение следует...